В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Расширение сотрудничества с Поднебесной. Беларусь с визитом посещает член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Мэн Дзяньшу. Сегодня состоится совместное заседание Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Отмечу, развитие отношений с этой страной – одно из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Стороны регулярно обмениваются визитами на разных уровнях. Идет активный межпарламентский диалог. Динамично развиваются политические и торгово-экономические связи. К событиям в мире. Теракт в Турции унес жизни троих человек. Среди них – ребенок. Взрыв прогремел около пяти утра по местному времени, недалеко от границы с Ираном. Свыше 70 раненых доставлены в местные больницы. По уточненным данным, объектом атаки был полицейский участок. Бомба находилась припаркованной через дорогу машине. Место взрыва сейчас оцепила полиция. Кто виноват, пока установить не удалось. Однако правоохранители уверены, что за взрывом стоит рабочая партия Курдистана. Группировка уже неоднократно совершала нападения на полицейские участки в Турции. В Мюнхене серьезно усилены меры безопасности. Власти города пошли на такой шаг из-за приближающихся праздников. Среди которых и знаменитый Октоберфест. Ожидается, что в столицу Баварии приедут миллионы гостей со всего мира и обеспечить всем комфортное и спокойное пребывание. Задача для полиции номер один. Напомню, такая осторожность силовиков связана с тем, что за последний месяц в городе было несколько нападений на мирных граждан. В этих терактах погибли 10 человек и люди опасаются, что вместе с туристами в город нагрянут и террористы. Одна из самых развитых экономик мира Япония столкнулась с коллапсом внешней торговли. Импорт страны восходящего солнца рухнул на четверть. И это сильнейшее падение за последние 7 лет. Заметно просел и экспорт на 14%. Основной фактор подобных колебаний – проблемы у главного партнера страны Китая. Там показатель упал не в пример больше, торговый баланс ушел в минус на 44%. И ожидать улучшения пока не стоит еще и по причине крепкой иены. Сильная японская валюта играет злую шутку со страной. Прибыль экспортеров падает, экономический рост также продолжает замедляться. Правительство островного государства заявило, что готовы к прямым интервенциям на валютный рынок, если иена не прекратит стремительное укрепление к корзине валют. Мощное наводнение продолжает терроризировать американскую Луизиану. За минувшие сутки оно лишь усилилось и отступать в ближайшие дни не намерено. Потом назвали крупнейшим в истории штата. На данный момент он унес жизни 13 человек. Досталось и городам. Один из населенных пунктов уничтожен почти на 70%. А всего под воду ушло 40 тысяч домов. Людей эвакуируют на лодках и при помощи вертолетов. Власти тем временем подсчитывают и ущерб финансовый. Планку в 2 миллиарда долларов стихия уже покорила. Алексей Волков, телекомпания СТВ. Очередной фальшивоманьячек задержан правоохранителями. Находящийся в розыске житель Пинска занимался изготовлением и реализацией поддельных белорусских рублей образца 2009 года. Печатал деньги мужчина на струйном принтере. Сбывал их разными способами. Сам рассчитывался в торговых точках или просил подростков. Задержан преступник был с поличным. При нем находились 3 поддельные купюры номиналом 5 рублей. Возбуждено уголовное дело. Напомню, это уже не первый прецедент за последнее время. Ранее сбыт фальшивых динаминированных денег был зафиксирован в Гродненской и Витебской областях. Дебютный рейс летающего Василька. Первый брендированный самолет национального авиаперевозчика сегодня отправится в Москву. Напомню, в этот понедельник в Минске приземлился Боинг Белавиа в Новой Ливреи. Он прилетел прямо с завода-изготовителя. Воздушное судно оформлено в новом дизайне. Не только снаружи, но и внутри. Лайнер высокоэкономичен. Его увеличенная дальность полета делает возможным более долгие и беспересадочные маршруты. Уникальный банк генетических ресурсов сельскохозяйственных и лесных растений создан в Беларуси. Тема обеспечения продовольственной безопасности страны легла в основу работы, которая претендует на соискание госпремии в области науки и техники. Всего 9 таких проектов. В финал выйдут только 3. Они должны отличаться тематикой, а главными критериями оценки станет экономический потенциал эффективности. У нас на сегодняшний день уже посадочного материала, перепроизводственного, можно сказать, по плодовым культурам. И мы активно предлагаем в Россию и Казахстан. Более того, нашими разработками заинтересовались и в Европе. Белорусские офицеры приступили к подготовке совместной спецоперации коллективных сил оперативного реагирования в рамках учения ОДКБ взаимодействия 2016. Командование воздушно-десантной бригады вырабатывает план применения воинских частей и подразделений в зоне ответственности. Личный состав выполняет учебно-боевые задачи. Задействовано около 80 белорусских военнослужащих. Но есть на полигоне и время для отдыха. В рамках учений прошел День белорусской культуры. Перед участниками выступил академический ансамбль песней и танцев вооруженных сил нашей страны. Совместные ритмы, классические музыкальные произведения, соло на скрипке и белорусские песни. Наши артисты приготовили более 10 музыкальных номеров. Публика благодарила выступающих овациями и вызвала на бис. Для нас это очень почетно, ответственно, потому что, конечно, всегда мы рядом там, где наши бойцы. И мы только буквально недавно вернулись с Алабина, где были участвовали именно в открытии армейских международных игр, танковый биатлон, и буквально 2-3 дня, и мы снова приехали на эту землю. И последнее, самое крупное воздушное судно поднялось в небо над Туманным Альбионом. Наполовину дирижабль, наполовину самолет изначально создавался для нужд британских военных. Но из-за дороговизны от серийного производства корабля отказались. Длина этого летательного аппарата почти 100 метров. При этом скорость он может развивать до 150 километров в час на высоте свыше 5000 метров. А благодаря гелию разработка британских ученых может находиться в воздухе до двух недель. На этом у меня пока все. Далее спортивное обозрение, репортажи, эфирное видео всех программ. В любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Следующий выпуск в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени.